ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как позже скажут болельщики, все это разговоры в пользу бедных. Такого соперника, мол, обыгрывать обязаны в любом сочетании и состоянии. Справедливости ради отметим, что этот матч Синебелы отыграли без двух ключевых игроков основы – Константина Погребана и Евгения Щербакова. Оба футболиста на омских полях получили травмы. На берегу Иртыша несколькими днями ранее Синебелы добыли выход в следующую стадию другого турнира – Кубка страны. Удар и гол. Вот такое вот неожиданное развитие событий. Вот только ту победу над речниками болельщики могли наблюдать разве что с помощью глобальной сети. Воочию порадоваться за своих любимчиков так пока и не удается. Две домашние игры – два поражения. Если осечку в матче с Якутией преданная Торсида еще хоть как-то приняла, то свежая плюха от Сибири-2 названа откровенным позором. Я считаю, что была равная игра. Были у нас моменты, у нашей команды. И были моменты у «Динамо». Мы реализовали, они не реализовали моменты. Впереди у Синебелых еще два поединка на Барнаульской арене. 2 августа в гости приедет команда «Чита». Сейчас оба соперника замыкают турнирную таблицу. 6 августа в гости к подопечным Олега Яковлева пожалуют новокузнечане. Это уже будет очередной поход за Кубком России. В случае победы «Динамовцев» ждет команда этажом выше. На выбор будет три соперника из ФНЛ – Сибирь, Енисей или Томь. Однако это планы далекого будущего с приставкой «Если». Пока же в сухом остатке ноль очков в двух играх на глазах у своей публики. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.